Веганы. Обычно к этой категории людей в обществе относятся с недоумением и легкой долей иронии. Встает логичный вопрос, зачем исключать из своего рациона мясо, молоко, яйца и еще ряд продуктов, которые считаются и вкусными, и полезными. Но у этих брещан свой ответ. Марина и Сергей Соловей пришли к веганству по отдельности. Мужчина стал приверженцем этого направления с 2015-го, а его супруга – полтора года назад. Сергей сразу пытался привлечь свою вторую половину к такому рациону питания, но ничего не вышло. Катализатором для Марины стало ее здоровье. Потому что у меня атопический дерматит с детства, никогда никто не знал особо, на что он. И так получилось, что какое-то время я была без молочных продуктов, и я заметила, что мне стало намного легче. Я просто поняла, что если мне легче, и мне не нужно проходить в диспансере различные лечения, капать кровь, чистить и так далее, лучше я откажусь от этих продуктов, потом постепенно я ушла от мяса. Начался мой путь как раз таки с того, что просто я увидел ролик «Мясо, вся правда, чтобы выжить». Я подумал, мне сейчас расскажут, какая колбаса вредная, какая не вредная, ну вот из этого плана. А потом в итоге я получил информацию совсем радикальную. И эта идея меня вдохновила, я увидел логику в этом. Врещани Виктор и Андрей тоже веганы, но один начинающий, а другой с 10-летним стажем. Не употреблять животную пищу их сподвигло обычное любопытство. А сегодня они просто не представляют свою жизнь без овощей, фруктов и сои. Кстати, Андрей Еременко – профессиональный бодибилдер, и он точно знает, что мужская сила уж точно не в мясе. Ничего животного происхождения я не употребляю уже 10 лет. Ну как изменилось ваше ощущение себя? Вы знаете, гораздо себя стал лучше чувствовать, и легче, и выносливость. Занимаюсь спортом. На спорте это тоже лучше проявилось. В общем, только положительные стороны. Долгое время я не говорил вообще никому, то есть я для себя это поменял, это никак не проявлялось. Я даже, бывает, сам забывал, что я перестал есть мясо. И вот, в принципе, потом со временем я уже начал рассказывать, и, ну, как бы, чуть с опаской. Как бы, хотели заставить поешь, там тебе же будет плохо, как бы, вот такое вот. Конечно же, я понимаю, что это забота обо мне, это очень приятно, что они переживают обо мне, но я себя прекрасно чувствую. Культура вегетарианства включает в себя различные направления, и в каждом из них отказ от какого-либо продукта. Наиболее распространенным является лакто-вегетарианство, сторонники которого употребляют молочные продукты. Есть ово-вегетарианство, которое употребляют яйца. Есть ово-лакто-вегетарианство, которое употребляют и молочные продукты, и яйца. Есть веганы, это строгие вегетарианцы, которые не употребляют никаких продуктов животного происхождения. То есть они не едят мясо, рыбу, молоко, яйца, даже мед, и не носят одежду из кушек, понятно. Кстати, вопреки всеобщему мнению, веганы не страдают от нехватки витаминов. Секрет кроется в способностях нашего организма. Организм человека очень похож на организм коровы. Корова – огромное животное, которое питается только травой, но у нее нет гиповитаминозов, у нее всегда много белка, есть молоко, есть мясо, да, и те же самые процессы происходят у нас в организме. То есть наши микробы, которые живут в нашем кишечнике, из клетчатки синтезируют для нас незаменимые аминокислоты, тех, которые, допустим, могут быть недостаточно в растительной продукции. Кроме того, и в кишечнике образуется большое количество витаминов группы В. Таким образом, ученые устранили те противоречия, которые долгое время существовали между веганами и мясоедами. Но критики считают, что веганство – это просто дань моде. Какую позицию занимать – личное дело каждого. Но против науки уж точно не пойдешь. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.